Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире передача «Просто о вере» и я, ее ведущий священник Сергий Рыбаков. В прошлый понедельник мы начали беседовать о богословии юмора. «Грешно ли православному христианину смеяться? Над чем? Над какими темами смеяться строго запрещено? Есть ли вообще где-то этот запрет в Священном Писании или у святых отцов? Смеялись ли сами святые отцы и смеялся ли Христос? Вот об этом мы разговариваем с философом и священником, отцом Сергием Кредичем. Здравствуйте, батюшка! И снова здравствуйте, отец! Мы в прошлый раз ввели как бы в некое проблемное поле нашего телезрителя, сами в него вошли, расчистили пространство, дали определения, разграничили некие термины, которые, в общем-то, относятся к комическому или к юморному. Это и юмор, это и ирония, это и сарказм. Мы проговорили о том, что с точки зрения христианской антропологии юмор — это то, что является частью богом вложенной человеческой природы, богом созданной. И поговорили о том, что это определенные формы взаимодействия с миром. То есть это такая форма и снять напряжение, когда оно вдруг возникает, неловкое молчание, вдруг какая-нибудь такая тонкая шутка или тонкие остроумные замечания может разрядить обстановку, как разряжает гроза, грозовые тучи. Мы сказали о том, что юмор выполняет роль какого-то антидота, и еще, кроме всего прочего, мне нравится формулировка, что юмор — это антидот всякого тоталитаризма. Например, Гиммлер, всем, я думаю, по истории известный, называл юмор чисто еврейской штукой. И он говорил, что вместе с евреями мы будем убивать и юмор. То есть это очень такая серьезная заявка, что оказывается, есть еще такая серьезность, это чисто арийское качество, серьезность. И сумрачные германские гени. Да. А, скажем, вот эта вот шутейность, недаром так много может быть и анекдотов, и шуток про Сару, про Мойшу, а это чисто еврейское, для Гиммлера. Повторим, что мы этого не разделяем. Вот. Но сам факт того, что человек воюет с юмором, говорит о том, что у юмора, видимо, есть вот эта вот функция антидота, деспотизма, тоталитаризма. Почему-то деспоты и тираны, они не очень понимают юмор. Они не очень умеют пошутить. Или, как правило, когда они пытаются шутить, почему-то не смешно. Но, вот, мы в прошлой передаче ввели еще термин, ну, вспомнили термин Рабле, агиласты. Вообще, есть интересная градация. К сожалению, я не помню, у кого из культурологов или из писателей я это встречал. Но смысл такой, что есть три категории людей, которые враждуют с юмором. Вот эти вот, те, кого Рабле назвала гиласты, всегда серьезные, насупившиеся носители только одной возможной истины и только в одной возможной форме. Это невежи, вот, или, скажем, скудоумные, лучше их, наверное, так назвать. О чем, собственно говоря, в прошлой передаче по касательной вы тоже говорили, про безмозглую любовь, безмозглый человек, человек, который не разбил в себе навыка размышления, он тоже, ему тоже незнаком юмор. Он как-то не умеет пошутить и не умеет отозваться на хороший, качественный, остроумный юмор. И третья категория это китч, или то, что мы называем пошлость, или то, что мы называем, ну, то, что может быть, во что, в категорию которых входит сейчас, может быть, большая часть юмористов, сатириков и так далее, которых мы видим на телевидении, очень часто как-то нас передергивает именно от того, что, ну, как-то это уже за определенной гранью, это разрушает, препарирует тело юмора. Ну, вот, как-то не смешно. Вот. Мы сегодня договорились поговорить о христианстве. Разрешает ли христианство человеку улыбаться? Или же все-таки мы находим ряд порещений, допустим, говорили что-то Христос об этом? Или, может быть, мы на его примере можем понять, что смеяться нельзя, грешно. Или же, наоборот, смеяться разрешено? Давайте попытаемся сегодня ответить на этот вопрос. Ну, собственно, вот я бы продолжил с той точки, на которой мы остановились, потому что мы констатировали, что в христианской парадигме все, что находится в человеке, в том числе способность гневаться, способность грустить и способность смеяться, заложен туда Творцом. То есть вопрос только в том, что мы неправильно иногда это используем, что любовь может быть той самой безмозглой, как мы уже сказали, или храбрость может стать полным бесстрашием, что вообще странно. И, как говорят святые отцы, мы, кстати, и в аскетике это найдем, что человек, полностью свободный от чувств, это абсолютно бесстрастный человек. Получается, он уже и не совсем человек. То есть если вот ангелы, они бесстрастные, и ангелы свой выбор сделали лишь единожды. А человек, потому что в нем есть множество разных потенций, а, напомню, потенция — это скрытые возможности, которые при определенного рода условиях проявляются, непонятно, какими свои способности человек разобьет, а какие нет. В этом случае человек потенциально и великий грешник, и потенциально, и святой. И непонятно, чем закончится. И вот в случае с юмором в чем трудность? Потому что мы констатировали, что он есть, и у него есть божественная санкция, что это не действие дьявола в нас, а это то, что Господь заложил. Теперь чего нам с этим делать? Вот если с любовью и с гневом еще можно там как-то поставить рамки, что вот любовь и любви рознили, гневаясь, не согрешайте, тоже можно сказать. Да не зайдет солнце во гневе вашем, опять же, и другие четкие формулировки, то со смехом всегда очень трудно найти такую смешную ситуацию, где не было бы пострадавших. Вот это очень важный момент. То есть если я сейчас скажу, попадают как-то американец, индус и русский ват, мы уже сразу знаем, значит, что будут два варианта тупых и еще тупее, и будет один вариант ловкий, смешной, потрясающий, но два оставшихся-то проиграют, или ждет блондинка автобус на остановке, и мы понимаем, что будут сейчас взяты новые высоты тупизны. И мы получим повод для самоуважения, но мы-то не такие, мы же с вами не блондинки, не на остановке, поэтому вот и уже, смотрите, у нас есть пострадавшие, над которыми посмеялись, хотя которые, может быть, этого и не заслуживают. Ну, не соберет блондинка атомный реактор. Ну, а что, все соберут? Может быть, она добрая? Может быть, она тонко чувствует красоту, и за счет этого много выше высокоинтеллектуальных брюск и таких вот фаустов, которые недовольны. И что-то ничего не радует. То есть в этом случае проблема в том, что очень трудно найти такую шутку, которая бы никого не задела. То есть в этом случае мы можем задевать, к примеру, блондинок или кого угодно в качестве социальной группы, выбрать в качестве мишени, но так, чтобы вот было и смешно, и никого при этом не осудили, и гордыню свою не покормили, но мы-то с вами не блондинки, но мы-то с вами так себя не ведем, получается, что вот в этом проблема. И отсюда естественная реакция, как бы не было греха, поэтому, как бы чего не вышло, давайте-ка мы юмор отсечем. Непонятно, что с ним делать, давайте мы не будем его трогать. Но ведь именно это и является, если угодно, признаком Творца, потому что Господь творит мир не по необходимости, Господь творит мир не превозмогая, то есть у вас всего лишь одна чернильница чернил, кисточка толщиной 3 миллиметра и 3 движения, что вы сделаете. То есть, конечно, это искусство, вот оно, пожалуйста, там всякие хоку, хайку, вот это вот начертание свитков, но когда Господь творит от избытка, от желания поделиться, ну потому что действительно, люди не то, что своим телефоном в полной мере не пользуются всеми функциями, люди редко забирают все из той части мира, которая доступна. В смысле, не полезные ископаемые забирают все, а в смысле рассветы, закаты, остановиться, полюбоваться на полет птиц, посмотреть на белочку в парке. То есть, Господь сделал настолько много и избыточно, что вот прям бери, что хочешь, море, хочешь горы, хочешь леса, хочешь степи, хочешь сидеть в тиши, хочешь в бурю, хочешь в метель. И каждый... Причем, вот сейчас вы говорите, я прошу прощения, что перебиваю, хочется тоже вот свой оттенок туда тоже вставить. Прошу вас, не сдерживайтесь. Да, меня не надо просить. К вопросу о юморе, да? Да. Интересно, что интонация творения вообще вот мира, интонация, да, она всегда интонация ликования, радости, веселья. То есть, особенно это мы читаем в псалтире, да, или псалтире, когда псалмопевец Давид говорит, ну, там, в разных псалмах возникает эта тема, что Господь возвеселил сердце мое. То есть, если переводить с высокого поэтического, такого молитвенного языка на более нам, как бы, понятный и приземленный, то Господь меня смешит, веселит. Господь меня, ну, условно говоря, щекочет, меня от этого, то есть... Радует. Радует, да. И мне от этого становится весело, хорошо. Сам Давид, который, кстати говоря, скакал вокруг ковчега, который... Замечание от ортодоксов. От ортодоксов, но не от Бога. Да, не от злых сатанистов, заметим, а от людей благочестивых. Вот от тех самых агиластов, вот, которые накладывают вето, кладут свои руки на истину и говорят, что только так и никак иначе. Вот тоже вы говорите, и вспомнилось, что, например, имя Исаак, да, который переводится как «Смех». Вот. А Равека, который переводится как... Но давайте мы все-таки на Исааке. Без спойлеров, без спойлеров. Исаак, который переводится как «Смех». Сын... Смеющий сын радости. Да, от столетних родителей, да, которые сами рассмеялись, когда услышали об этом, да, и Авраам, и Сара над этим посмеялись, но не получили осуждения, как, например, Захария, который усомнился в том, что у него будет Иоанн Креститель, да, что там был действительно такой скепсис, а смех Сары и Авраама – это был смех не столько сомнений и скепсиса, сколько два человека смеялись над собственной старостью и над тем, как Господь может премудро по своему воле и изъявлению менять состояние человеческой природы, и что вот даже мы, столетние, можем зачать и родить. И на этот смех откликается Господь и говорит, что ребенок-то у тебя будет. То есть вот интонация священного писания, которую мы считываем при разговоре о Боге-творце, о Боге-миродержителе, о Боге-начальнике жизни, это интонация веселья, это интонация радости. И интонация избытка. Это очень тоже важно. Это не просто, что есть достаточно, а есть с избытком. Это абсолютно нерационально, но Господь здесь выступает как художник. То есть, во-первых, он сам творец, а во-вторых, богоподобие человека заключается в творческом начале. А творить без юмора невозможно. То есть надо увидеть что-то, вырвать это из повседневной ситуации. В этом и задача художника. Как вот, опять же, сказано, посмотрите на лилии полевые. Во всей славе своей Соломон так не одевался, а Господу не лень украшать то, что будет вот завтра в печь, в метено. И это как раз вот щедрость, избыток и ощущение радости. Вот это вот правильное христианское ощущение. В этом смысле, получается, юмор еще является антидотом утилитаризма. Да. То есть, ну, это тот же самый прекрасный православный анекдот, когда человек, случайно, значит, оказавшийся на море, он не планировал, и вот он видит закат, вот это вот чайки, вода, солнце садится за горизонт, появляется лунная дорожка, и он вздыхает. Говорит, ну, куда? Ну, зачем вы потратили столько денег? Ну, то есть вот, ну, это то, что не измеряется вообще вот деньгами. То есть все это организовать. И это тоже глубокая христианская мысль, что по-настоящему радостные и светлые вещи в мире, они бесплатны. А вот грех всегда, за грех надо платить. Чтобы предаться чревоугодию, надо пойти в Макдональдс. А потом заплатить язву из желудка. Впасть в экстатическое состояние, нужно, опять же, каких-то веществ, там, от курения грибов до разрешенного к обороту алкоголя. Чтобы вступить... Наркотики – зло. Истинно так. Чтобы вступить в беспорядочные половые связи, надо, опять же, как-то все организовать. То есть в итоге за грех человек всегда платит, а вот за искренние радости, вот как можно купить любовь? А никак нет. То есть в этом плане отношения с живыми существами, отношения с себе подобными, жизни в мире. И тоже важный момент, что человек не всегда эту жизнь выдерживает. То есть посмотрим, с одной стороны, у нас есть вид отдыха, как отправиться на природу, но с другой стороны, как страшно и как некомфортно оказаться в природе, как она есть. Поэтому нужна музыка громкая, чтобы бумкало так, что опушка тряслась и избушка на курьих ножках спасалась чаще. Нужно, опять же, впасть в измененное состояние сознания, чтобы как-то не слышать, не пребывать в этом покое. Сесть, опустить ноги в воду и вдруг оказаться перед самим собой и спросить, а что я делаю? А зачем я? А кто со мной? И вдруг оказывается, что это очень некомфортное состояние прямоты. И возвращаясь к Писанию, мы посмотрим, что же Писание говорит по этому вопросу. Во-первых, по поводу Исаака и Ревекки. То есть на аллегорическом языке Александрийских толкователей Писания Исаак – это смех, а Ревекка – это терпение. И там есть такой интересный момент, когда Исаак играет с Ревеккой. То есть получается, смех, улыбка и терпение играют друг с другом. Вот это вот такое отношение ветхозаветное. Причем, заметьте, вот та самая ирония. И если уж мы педантично занудствуем, простите мою профессиональную деформацию, то одно из самых древнейших таких вот проявлений смеха письменно зафиксированных, то это книга бытия. Когда Адам вкусил, думая стать Богом, а стал нагим. Кто сказал бы тебе, что ты наг? И Господь говорит, и вот ты думал стать Богом, а стал голым. И вот в иудейской традиции, где записываются только согласные, там А-рум и Э-рум. То есть ты думал Р-М, а стал Р-М. То есть вот А-рум, Э-рум. И вот это вот, это в общем-то такая горькая ирония, но это тоже вот... Кстати, это очень похоже на то, что происходит с детьми. Дети, когда рождаются, у них нет чувства юмора. То есть когда ты шутишь, например, с двухлетним ребенком, ну там как-то, или там с трехлетним, когда он уже более-менее может что-то говорить, он шуток не понимает. Шутки, шутки, прибаутки, какие-то такой легкий троллинг. Ребенок понимает, начинает, ну там лет с шести, с пяти. И как только у него начинает вот это вот зачатки, вложенное в нем чувство юмора, распускаться, первое, что он начинает делать, ну то есть как бы юмор как распускается в ребенке, он начинает играть словами. В этом смысле вот. Очень похоже на то, что описано в книге Бытие. Игра со словами. Это такой детский вариант юмора, который опять же никого не обижает. Это какая-то форма, опять же, столкновения чего-то живого с чем-то механическим. Механические вот эти слова. Слова не обозначают вещи. Вещь это не слово. И поэтому можно вот с этими словами как-то играть, со смыслами и так далее. И это опять же высокая классическая литература. То есть это Шекспир с вот этими вот его диалогами, где обыгрываются нюансы, обыгрывается, казалось бы, случайное слово. И это тоже требует мастерства. Я говорю, не хотите ли табаку? А, сильная боль в боку! Ну, то есть, вроде бы никого и не унизили, но с другой стороны, вот это вот действительно внимание ко слову и внимание к тонким нюансам слова. И заметим, опять же, по издаваемости. У нас какая в мире пятерка трудов? Это Библия, потом Шекспир, потом Агата Крести, а потом Ленин и Мао. Очень отражает, да? То есть, посмотрите. Уже смешно. Сама по себе ироничность, комичность этой ситуации. Да, где рядом оказались Шекспир, бабушка Агата и, соответственно, вот Ленин и Мао. Что бы они сами сказали, оказавшись за одним столом? Ну, потому что авторов Библии за одним столом никогда не собиралось. Ну, а вот в этом случае там вот Агата и Ленин, они были почти современниками. Ну, и, собственно, Мао тоже недалеко. И в этом плане, например, если мы посмотрим на фундамент священного писания, ведь это тоже важный момент, почему юмор – это проблема. Потому что легко было бы отмахнуть, сказать, от лукавого и фу-фу-фу. Но у нас есть писание. Если его внимательно читать, то, например, книга «Премудрости» Иисуса Сирахова, глава 32, стих 15. «Поспешай домой и забавляйся там, играй и делай то, что тебе вздумается». Как так? Дальше вот, опять же, я специально принес эту чудесную, очень хорошую книгу. Все три слова с большой буквы. Угадайте, какую, конечно же. И вот открываем книгу «Притчи», глава 8, где вот та самая «Премудрость». «Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов. Когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной. Когда он уготавлял небеса, я была там. И когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники вод». И, соответственно, дальше. «И тогда я была при нем художницей, и была радостью всякий день, веселясь пред лицом его во все время, веселясь на земном кругу его, и радость моя была с сынами человеческими». Вот тут для зрителей надо понять, кто и что понимается под «Премудростью». Ну, это софиология, это если мы сейчас туда пойдем, то нам не хватит ни этой программы, ни... Ну, хотя бы, да, кратко, да? То есть в данном случае «Премудрость» — это кто? Некоторые отождествляют ее как раз со Христом. Да, логос, божественный логос. То есть, соответственно, Христос, если подставить вместо слова «премудрость», да, Христос — это тот, кем был сотворен мир. И этот самый Христос, который потом впоследствии воплотится в Иисуса, он веселит, он наполняет, он творит через радость, творит через веселье, через ликование. И когда Господь проводил черту по лице бездны, то есть бездна, лик бездны, это же просто вот аниметь, посидеть и умереть от разрыва внутренних органов. Но это было весело. Это не было тяжкой работой. Ой, вот скорее бы, вот нам еще замкнуть полукружие, можно будет сделать перерыв. Это было весело. Это было ощущение сотворения. Это было ощущение появления нового. Не адский труд 150 футболок за 8 часов, а вот что-то, что с избытком, и то, чем будут делиться потом. Это тоже важный момент, да? И вот, уже завершая Ветхий Завет, мы дочитываем книгу Захарии. И вот глава 8, там, где Господь обещает, что же будет. И было слово Господа Саваофа. Так говорит Господь Саваоф. Возревновал я о Сионе ревностью великую, и с великим гневом возревновал я о нем. Обращусь я к Сиону, и буду жить в Иерусалиме, и буду называться Иерусалимом городом истины, а гора Господа Саваофа горою святый. Так говорит Господь Саваоф. Опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней. И улицы города его наполнятся отроками и отроковицами, играющими на улицах его. То есть это не симпозиум, не конгресс по толкованию Торы, а это то, где радуются, ликуют, и тоже, опять же, будьте как дети. Вот состояние ребенка какое. Это состояние игры и состояние радости. То есть получается, что в Писании оно есть, и мы не можем от этого отмахнуться, и это составляет проблему. И, с другой стороны, мы ведь не встречаем, чтобы Господь в Евангелии смеялся. Вот нет такого. Но есть, что Господь был радостен. Опять же, если кто желает повникать в тему, посмотрите, Господь был радостен, сказано в Писании. И апостол говорит, непрестанно радуйтесь и всегда радуйтесь. И Господь даже указывает на радость как необходимость для духовного роста. То есть ты постишься, то будь радостен. Не в смысле нанеси румяна на лицо и будь орликином, а будь радостен. Можем ли мы отождествлять радость и юмор? Да. Или радость – это некое состояние умиротворенности, состояние покоя, состояние благожелательности, состояние гармонии со всем сущим, с обидом собой, с другими людьми. Тогда, пожалуйста, медитацию. Но это же не про нас совершенно. То есть если бы радость была состоянием покоя, состоянием бесстрастия, уберем из человека эмоции, и мы получим автомат. Что мы будем делать с вот этими… Ну и немало утопий на эту тему написано. Что все, что возбуждает слишком сильные эмоции, должно быть уничтожено. Ну вот, пожалуйста, Брэдбери. Вот, пожалуйста, Азимов. И тут я опять соскальзываю в научную фантастику, но мы о ней уже говорили. Поэтому давайте вернем меня уже на твердое основание христианской мысли. И вот тут-то и момент, что радость, она неизменно заключает в себе юмор. Я буду отстаивать этот теологумен, то есть это богословское мнение. Но в этом плане хорошо проблематику очертил не вы святых, не отец и не наш Честертон, хорошо сказавший, что а почему можно шутить над мясным пирогом и нельзя шутить над смертным ложем? Ведь каждый мясной пирог приближает нас к смертному ложу. И вдруг оказывается оправда. Вот где граница? То есть мы понимаем, что этого делать нельзя, но если мы так будем разматывать, то получается, что мы получим вот того самого агиласта критика. А где положительная роль? А где руководящая роль партии в сатирической юмореске «Пожар в заведении веселая Лу-Лунель»? Ну а может ли там быть положительная роль партии показана? Или досадно отсутствие положительного образа евреев в творчестве Пастернака. То есть во время ООН это были слова-то, в общем-то, страшноватые. Сейчас мы можем себе позволить поиронизировать, но были эпохи, когда вот именно как раз, о чем было сказано в прошлый раз, юмор – это такая прививка против тоталитаризма. Если ко всему серьезно относиться, то мы просто возьмем и мы найдем, что исправить. Это универсальная форма критики. Но вы же понимаете, что можно было сделать лучше. Вот возвели Софию Константинопольскую, но вы же понимаете, что можно было сделать лучше? Можно. То есть, ну по-хорошему, ошибок не было вообще ни одной, можно было сделать лучше. Вот от заваривания кофе утром до торжественной всенощной архиерейским служением. Вот можно было сделать лучше. То есть, юмор – это еще и антидот, так слово понравилось, антидот к справедливой реакции на ошибку. Ну, в целом, да. То есть, когда человек действительно ошибается, только юмор, ну вот этот вот какой-то внутренний, опять же, ни ирония, ни сарказм, ни троллинг, ни буллинг, там, это все как будто бы с примесью. Где есть пострадавшие, это неправильное применение юмора. То есть, но только юмор мне позволяет сказать про самого себя, что, ну, ошибся бывает. Только человек глубоко серьезный и не прощает себя, и не прощает другого. И получается, юмор в данном случае – это выход и к прощению, и к какой-то очень такой трезвой, ну, может быть, не то слово, любвеобильной оценки чужой ошибки. Ну, в целом, да. Если не относиться к себе с юмором, то у нас, опять же, есть устойчивое выражение «забронзоветь». То есть, когда вот человек подходит к себе слишком серьезно, и вдруг оказывается, что он потом за это же и расплачивается. И, кстати говоря, сейчас вот мы говорим, ведь Христос с такими забронзовевшими разговаривал. Да. Книжники, фарисеи, и в его речах, только внимательные просто читатели, может найти очень часто, ну, такой легкий юмор без перехода на личности, что называется, который выдергивает человека, потому что забронзовевший – это ставший роботом. Вот то, о чем… Они как на монорельс встали, так они так по монорельсу и движутся. И тут раз они сталкиваются с чем-то живым, когда им задают какой-то живой вопрос, выводящий их на уровень парадокса или на уровень разрыва какого-то шаблона, и они начинают в этот момент вдруг распускаться и оживать. То есть самое страшное для монорельса – это непредвиденный поворот. Вот ветка налево, ветка направо. Спросим его про Дзинарий и Кесаря. Есть только два ответа. И тут, и вот тут. А и вдруг раз, получается, что не вписываются. Отец Сергей, сегодня тоже время нашей встречи, нашей беседы подошло к концу, но мы в следующий понедельник с вами продолжим. Смотрите на следующий понедельник. Разговор о юморе, о богословии юмором будет продолжен. Храни всех вас Господь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова